Земляника, ремонтантная посадка и уход. Желание длительное время иметь на своем столе свежую землянику не останавливает садоводов перед трудностями. Некоторые домашние сорта имеют затянутый период плодоношения, но есть и такие, у которых плодоношение бывает два раза в сезон. Селекционеры работают в этом направлении, создавая новые сорта ягоды, способные плодоносить, начиная с начала лета до наступления заморозков. Описание ремонтантной земляники. Ремонтантными называют такие растения, которые могут плодоносить на протяжении всего периода вегетации. Такая особенность есть у некоторых ягодных растений – малина, клубника, земляника. Все домашние сорта садовой ремонтантной земляники можно подразделить на три основные группы, в зависимости от длины дня, при котором у них формируются почки. Существуют сорта длинного дня, а также короткого и нейтрального. Земляника ремонтантная ремонтантная земляника, которая относится к типу длинного светового дня, формирует почки, вне зависимости от длины светового дня. Этот период длится с середины мая до середины июня. Плодоношение происходит дважды в летний сезон. Первый урожай собирают в июле, второй – можно ожидать в августе-сентябре. За первый плодоносный период собирает основную часть урожая – от 60 до 90%. Этот сбор отличается крупноплодностью ягод. У представителей сортов ремонтантной земляники, относящейся к типу длинного светового дня, созревание плодов также происходит два раза в сезон. Первый раз – в июле, последний – в августе-сентябре. Но, в отличие от земляники первого типа, такое растение во время первого плодоношения позволяет собрать лишнюю значительную часть ягод, в то время как в августе-сентябре удается собрать от 60 до 90% плодов от количества общего урожая. Урожайность во многом зависит от возраста земляничных кустов. Представители сортов нейтрального дня начинают плодоносить, начиная с весны, до окончания процесса вегетации. Их цветение имеет цикличность и начинается через каждые 6 недель. В итоге ей удается получить 4 волны сбора урожая. Это намного повышает ее урожайность по сравнению с другими сортами. Выращивание из семян в домашних условиях. Вырастить ремонтантную землянику можно саженцами, приобретенными в садовом питомнике. Также из покупных семян хорошо растет земляника, ремонтантная посадка и уход при этом кропотливые и требуют соблюдения уровня влажности. Почвенного субстрата 70-80%. После раскладывания семян на влажный грунт их засыпают песком и слегка опрыскивают, емкость накрывают стеклом или целлофановым мешком. В средней полосе России сажать начинают в середине февраля, в более теплых регионах, на 2 недели раньше. Земляника, ремонтантная семена, до момента появления всходов почва должна быть слега влажной. Температура в квартире поддерживается в пределах 18-20 градусов тепла. Уже через 2 недели появляются первые сеянцы. После этого емкость с высаженными семенами устанавливают на подоконник, чтобы обеспечить доступ солнечных лучей. Схема посадки после появления 2-3 листков рассаду пикирует. Эта процедура проводится примерно через 45-60 дней после высевания семян. Рассаду пересаживают в отдельные горшки либо в другой ящик, оставляя между растениями по 5 см, углубляя на такую же величину, на которой она росла в общем контейнере. За 2 недели до высаживания в открытый грунт проводится закаливание рассады. Ее выносят на воздух в дневное время, чтобы адаптировать к естественным условиям выращивания. Только после этого проводится ее пересадка на открытой грядке. Посадка в открытом грунте. Высаживать ремонтантную землянику рекомендуется после таких культур. Редис, бобовые, свекла, чеснок, петрушка, календула, горчица. Не стоит высаживать это растение на грунт, на котором ранее выращивались помидоры, капуста, картофель, огурцы, малина. Имейте в виду, выбранный участок должен хорошо освещаться солнечными лучами. На нем не должна собираться вода. Почву следует подбирать супесчаную с нейтральным или слабо кислым уровнем РН. Подойдет суглинистый грунт. Посадка рассады и весной высаживание в открытый грунт проводится второй декады мая. Высадка ремонтантной земляники под зиму начинается с конца августа вплоть до сентября. Посадка и уход за садовой ремонтантной земляники начинается с подготовки почвы. Под высаживание и весной обработку грунта делают осенью. При высаживании осенью почву подготавливают в весеннее время. Для этого землю перекапывают, вносят перегной или компост, а также древесную залу. Посадка земляники на рассаду примерно за 30 дней до высаживания рассады проводится. Внесение удобрений на 1 квадратный метр используют 20 грамм сернокислого калия и 40 грамм суперфосфата. Можно использовать готовый препарат калийфос, достаточно 1 столовая ложка на 1 метр квадратный. Схема посадки высаживания саженцев в грунт проводится двумя основными способами – ковровым. При этом способе используется схема высадки, при которой между растениями оставляют расстояние 20-20 сантиметров. Рядовой. Растения в рядке следует посадить на расстоянии 20-25 сантиметров, величину между ряди оставить 70 сантиметров. Высаживание проводят в пасмурный день. Предварительно на почве делают лунки и тщательно их поливают, затем помещают туда саженец, желательно вместе с комком земли. В одной лунке может быть высажено одновременно по два растения. Как ухаживать за ремонтантной земляникой? Многих садоводов интересует вопрос о выращивании и уходе за ремонтантной земляникой. После высаживания рассады в грунт желательно почву замульчировать соломой, опелками или хвой. Это способствует сохранению влажности почвы. С этой целью покрывают грунт черным агро-волокном. Правильный уход за земляникой, высаженной в открытый грунт, заключается в поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков. Необходимо своевременно подкормить ее, а также провести мероприятия по защите от насекомых, вредителей и болезней. Ранней весной на участке с прошлогодней земляникой вносят аммиачную селитру. Затем в начале лета проводится вторая подкорка аммиачной селитры. Для того, чтобы увеличить количество плодов ремонтантной земляники, в осеннее время удаляют плодоносы. Тогда основной осенний урожай будет значительно выше. Но так ухаживать следует только за кустами однолетнего и двулетнего срока возделывания. Вот после сбора летнего урожая растения следует подготовить ко второму периоду плодоношения. Следует регулярно разрыхлять почвенный покров. Также в это время проводят обрезание листвы. При этом садоводу необходимо быть внимательным, чтобы не удалить верхушечную почку растения. На заметку, обычно плодоношение у ремонтантной земляники длится три года. Затем ее следует пересаживать. Этот период зависит не только от условий выращивания, но также от климатических условий состава грунта. Полив после высадки саженцы поливают через 2-4 дня. Для прошлогодней посадки поливной период начинают с конца апреля, если осадков недостаточно. За май и июнь следует провести еще 3-4 полива. В последующий период такую землянику поливают через каждые 2 недели. Необходимо следить, чтобы грунт был влажным на глубине 2-3 сантиметра. Сухая почва означает необходимость полива. Обратите внимание, во влаге ремонтантные сорта нуждаются больше, чем обычная земляника. Особенно требуется полив во время плодоношения. Подкормка если при посадке были внесены фосфорные удобрения, то этого количества растения будет достаточно на сезон. Затем вносят перегной в объеме 2-3 килограмма на 1 метр квадратный. В начале лета земляника удобряют одним-двумя процентным раствором мочевины. Когда появятся цветоносы, грядки поливают раствором куриного помета 8-10 частей воды. За один летний сезон требуется около 10 комплексных подкормок. Их проводят вплоть до глубокой осени. Для земляники также можно использовать готовые удобрения кемиру, кристаллин или растворин. Пересаживание ремонтантной земляники. Проводить пересаживание кустов ремонтантной земляники не имеет смысла. Потому что ее кусты живут не более 2-3 лет, несмотря на очень хороший уход за ним. Но если встал вопрос об их пересаживании, то это следует делать осенью, не позже, чем за 20 дней до заморозков. Если такая пересадка проводится в весеннее время, то ремонтантная земляника не успеет дать летний урожай. Если пересаживаются растения, которые выпустили цветоносы, то их рекомендуется удалить с кустов, чтобы ускорить адаптацию. Размножение. Кроме разведения ремонтантной земляники путем высаживания саженцев проводится ее размножение усами. Если необходимо увеличить грядку ремонтантной земляники при помощи усов пострадает ее второй урожай в году. Во время плодоношения первый раз в летнее время следует определить наиболее развитые и крепкие кусты. Затем их усы раскладывают в проделанные рядом бороздки. Другие усы обрезают с материнского куста. Размножение. Значимая процедура делается за неделю до того времени, когда запланирована пересадка. Это проведение обреза кусов, связанных с материнским кустом. Также можно размножить ремонтантную землянику делением куста. Такой метод применяют, если недостаточно посадочного материала. Для этого выкапывают крепкие растения с большой корневой системой. Это кусты от двух до трех летнего возраста. Их выкапывают рано весной или в осеннее время и делят на отдельные рожки. Затем высаживают в почву обычным способом. Секреты посадки вьющейся земляники. Вьющейся может быть любая земляника, у которой плоды образуются на усах. Таких сортов довольно много. Ее выращивают как декоративный вид, так и для получения ягод. Вырастить ее можно на открытых грядках, а также в оранжереях, на балконах и даже в условиях комнаты. У таких сортов усы можно расположить на вертикальной конструкции либо таким способом, чтобы они спадали вниз. Вьющаяся земляника не требует сложного ухода. Ей не нужны частые прополки при сборе урожая и не нужно низко нагибаться к земле. Как недостаток такой разновидности можно указать на необходимость частого полива, а также более сложную подготовку к зимнему времени. Выращивание ремонтантной земляники делициан. Один из новых сортов ремонтантной земляники делициан. Он выведен американскими селекционерами. Это крупноплодный сорт с обильным и длительным сроком плодоношения, продолжающий гася практически до наступления заморозков. Также этот сорт можно вырастить в условиях дома в специальном контейнере. Ягоды очень сладкие. Вес одного плода до 50 грамм. Внутренняя часть у них имеет беловатый оттенок. Поэтому не рекомендуется их использовать для переработки. Из-за большого количества усов у этого сорта облегчается их размножение. Приступая к культивированию ремонтантной земляники, необходимо учесть не только ее вкусовые качества, но также, если дачный участок находится далеко от основного места жительства, требует предусмотреть ее транспортабельность. Такие сорта можно выбрать из множества предложенных селекционерами разных стран мира. 00 в от артикле ратинг.